Василий Ломаченко нокаутирул Джорджа Камбосеса и завоевал вакантный титул IBF. Я жесткий ублюдок, жесткий авсоролийский ублюдок. Мы не хотим соглашаться на легкие бои, выходим дыраться с лучшими. Посмотрите на мой послужной список. Что вы можете сказать об этом парне. Он один из лучших бойцов истории, величайший любитель. Мы старались сделать все, что могли. Хорошо начали поединок, придерживались планы на бой. Но затем Атрица начала загружать информацию. Мы старались изо всех сил, но он настоящий чемпион. Он заслужил этот титул. Я желаю ему всего самого наилучшего. Я отдал все силы. Это все, что я могу сделать. Отдать все силы. Выложиться по максимуму. Такой я боец. Удивил ли меня Камбосес? Нет, я ожидал от него намного больше. Мы были готовы ко всему, что он делает. Я видел это по ходу поединка. Мне просто необходимо было приспосабливаться по ходу боя. Раунд с раундом. По ходу поединка я чувствовал, что могу его добить. У меня не было цели нокаутировать его. Но этот бой за звание чемпиона мира. И нам было необходимо сильно его закончить. Именно это я и сделал. Этот титул для него. Потому что после Хэйни я хотел завершить свою боксерскую карьеру. Мне это не нужно после этого боя с Хэйни. Я сам себе все доказал. Я доказал все для себя. Я все себе доказал в боксе, в этом виде спорта. И мне не нужно продолжать. Но мой отец каждый день посылал мне новости со мной. И самые лучшие моменты моих последних боев. Я чувствую, что он желает продолжать. Он снова хочет титул. И он сказал мне, мы должны сделать это еще раз. Нам нужно снова сражаться за титул. И это было тяжелое решение для меня, потому что я устал. Но я люблю свою семью, люблю и уважаю отца. Он сделал меня в жизни и в боксе. Это титул и победа для моего отца. Джерон Тедеис утверждает, что планирует провести бой против Василия Ломаченко. Он после Фрэнка Мартина. Позвольте мне сначала заполучить Фрэнка. Василий Ломаченко отреагировал на то, что Джерон Тедеис вызвал его на бой. Знаете, за свою боксерскую карьеру я никогда не убегал и всегда участвовал в боях. После того, как я немного отдохну, мы можем поговорить о будущем. Лома один из самых лучших и самых умелых бойцов всех времен. Он дерется весовых категориях, которые не являются его физическом плане. Но он доминирует над бойцами, выступающими в своих весах. Иногда ему очень сильно не везло, но его навыки говорят сами за себя. Мастер-класс от Ломаченко. То, что он делает, это сладкая наука. Комбос испытался бить в корпус, но цель найти не может. Для Джорджа это бой с тенью только на этот раз тень дает сдачу. Ломаченко похож на рыбу-пиранию, которая откусывает от своей добычи кусочек за кусочком, пока ничего не останется. Хорошая работа по корпусу от Ломаченко в последнем раунде. Раньше я называл Ломаченко механиком, но сегодня он просто профессор. Комбосос продемонстрировал великое сердце, но сегодня его превзошел один из лучших бойцов этого времени. В начале нового года все мы, как обычно, начинаем думать о предстоящих достижениях. Но очень важно не забывать оглядываться назад и ценить все то, чего мы уже достигли. Вспомните, какие препятствия на вашем пути вы смогли превратить в новые возможности. Удвойте все свои прошлые успехи, чтобы добиться еще большего в будущем. Будьте отличником в том, в чем вы хороши, а не хорошистом в том, в чем плохи. Всем удачи и, чтобы не случилось, продолжайте жить. А на этом у меня все, друзья. Оставляйте больше комментариев, подписывайтесь на канал, поддержите лайком и увидимся в следующем выпуске. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok